приветствую всех любителей видео и аудио аппаратуры и сегодня немного расскажу о моем медиа проигрывателя zido z9x и о некоторых проблемах с которыми столкнулся пользуюсь я уже наверное пару лет и покупал я его примерно за 17 с половиной тысяч рублей может быть и дольше пользуюсь не в не виду летопись владения этим аппаратом в общем то ну кто-то скажет почему так дорого существует же тв-боксы и действительно я много использовал тв-боксов и даже сейчас у меня есть тв-бокс вантар на x909 с 905 x4 amlogic но к считается одним из самых оптимальных отношения цена изображения так далее также пробовал и дорогие модели покупал belling king чего-то там ну в общем то разные были все что было старался покупать и последний раз относительно до вантара покупал токс 3 тоже считается одним из как бы лучших таких вот тв-боксов но вся суть в том что все эти тв-боксы они основаны обычно на двух чипах которые в общем-то и умеют декодировать h265 или h264 кодек все эти тв-боксы они построены в по сути сегодня на двух чипах раньше на трех чипов было сейчас количество именно даже раньше на четырех а сейчас вот на трех чипах номенклатура сократилась самые такие некачественные по качеству изображения и скорости они выбыли из данной гонки и сегодня у нас на рынке представлены в тв-боксах три чипа это амлоджик амлоджик есть начиная от s905 но просто первое поколение с 905 разные его вариации с буквами в w и л и так далее потом x2 x3 x4 из них самый мощный и есть более мощная линейка этих же амлоджиков это 922 сейчас она 928 вышла раньше она была 902 до этого была 802 очень большинство из этих аппаратов тоже на таких чипах я брал они мощнее но я бы не сказал что они показывают лучше это что касается амлоджика и амлоджик на сегодня считается по качеству изображения самым лучшим что значит по качестве изображения самый лучший это означает то что современные тв-боксы и да и любые медиа программе не просто берут и попиксельно выводят картинку из потока сжатой информации разжимая и так такой качестве вы не уже никого не устроит эти чипы умеют прогнозировать как должны быть переходы цветовые как должны быть края объект и так далее они все это определяют все это улучшают уж не говоря просто для само движение объектов на экране чтобы они были более плавные все это заложено в чип и можно посмотреть как некоторые описание и обзоры где просто рука указывается на конкретно одинаковых картинках как показывает разные типы вы увидите что разные типы имеет разное качество изображение его там лоджик из дешевых тв-боксов относительно да он считается просто лучшим а у компании nvidia есть свой чип тегровский который она встал встраивает свои модели nvidia child of nvidia chill tv и так далее у меня тоже до недавнего времени был nvidia chill tv где как раз этот чип на основе нейросети находился который тоже картинку и по разрешению повышал и по изображению да он очень хорошо показывал вообще к нему никаких претензий в этом плане нет но это и не удивительно потому что до недавнего времени а может быть и до сих пор nvidia вский чип считался самым мощным в мире для таких устройств ну плюс еще есть нейросети но это уже цена была очень высокой я покупал этот nvidia chill по моему за 25 тысяч то есть это дороже чем в зиду да оба они как и зиду но к нему мы еще не подходим они проигрывали 4k ultra hd качество так вот значит помимо тв-боксов нам лоджики существует еще этого бокса на рок-чипе и вот м-лоджики рок-чип это самые популярные сегодня чипы и львиная доля тв-боксов построена на них рок-чип может теоретически показывать даже какие-то большее быстродействие но видео это не его конек но игры тоже кстати не его конек у него хуже совместимости так далее вот и по совокупности всех параметров оказывается что вам лоджик все равно предпочтительнее чем рок-чип рок-чип где-то сольет где-то просто не запустили какую-то игру ну и по картинке опять же амлоджик аппарат на будет получше показывать чем рок-чип какой бы он там замечательный прекрасный не был вот ну и третья модель я не помню от какой компании это модели на нейролингвистическом чипе они называются аж 616 аж 316 так далее они вроде как даже не 4k 6k умеют показывать ну и прочее фантазию ну они даже это не то что фантазии они умеют но никто же не обещает что там будет 30 60 кадров вот поэтому в этом ничего такого нет что касается их изображения у меня были такие тв-боксы никаких преимуществ от того что это не рок-чип я не увидел картинка не была лучше амлоджиков sky может быть хуже не хуже это я не могу сказать как бы но ничего такого удающегося я как раз вот не увидел а что касается остальных чипов то они в тв-боксах популярных дешевых на алиэкспресс не представлены но есть отдельные продукты которые дорогие например тут компания зиду у которой когда я покупал было в принципе там помню только две или три модели от было вот это но не помимо прошлых моделей предыдущих годов актуальная была вот это вот как она называется z9x она вот стоил 17 тысяч типа следующего ценового диапазона узи дубула модель я не помню как она называлась стали 10 тысяч не помню почему она уже стоила 35 тысяч вот и может быть была еще боль дорогая я уже сейчас не могу сказать прошло несколько лет так вот и чем мне понравилась вот эта модель цена дорогая до семнадцать пять тысяч а тв-бокс там и 2 и 3 и 5 может быть 10 тысяч белинки по 12 тысяч купол например вот все равно она очень дорогая для этого боксов и кажется ну зачем платить но друзья когда его включил просто здесь используются чип реалтек рт-1619 и сразу стало понятно за что я отдал деньги потому что изображение просто волшебное фантастическое и насыщенность красок и детализация проработка вообще все абсолютно ну и конечно он включается вот этот режим 24 кадра когда надо экран гаснет переключаться потом смотришь его как положено в общем то изображение без всяких разрывов и так далее вот но самое важное это качество картинки оно великолепнейшее если сравнивать виду за 9x и nvidia chill с его супер мощным процессором то можно сказать что они одинаковые но лично я как-то вот я не знаю на каком-то вот глубинном подсознание я всегда в виду выбирал по качеству картинки как мне лично больше а импонирующая как более сочную что ли по картинке и так далее ну то есть вот изображение зиду она вне конкуренции против всего другого что было на тв-боксах то есть никакой из этих тв-боксов китайский он просто не сравнивается с этим аппаратом по изображению вот некоторые также вот модели особенно именитые от именитых брендовых компаний типа вот sony и так далее они основаны на чипе медиатек и многие рассказывают что медиатек это еще лучше и так далее вот я такие статьи читал возможно но людям нравится этот чип я не могу судить за все медиатеки но у меня был популярный 4к ультра hd blu-ray проигрыватель sony x700 вот и ничего такого выдающегося в нем я не увидел он показывал хуже чем этот зиду за 9x поэтому в общем то я его и продал потому что но я не видел смысла в заморозке держать те 25 тысяч которые этот аппарат стоил потом стал стоить 40 тысяч sony x700 а показывал похуже чем мой зиду за 9x вот и поэтому это к чему sony это он как раз на медиатеке который считается там лучшим из лучших и так далее нет он не лучший реалтек лучше дает картинку это мое мнение почему же не стали использовать реалтек сегодня но потому что сегодня пришла уже эпоха 8к до таких видео то в общем то практически нет но раз что на ютубе может вы что-то найдете но прогресс то не остановить он идет и надо чипы которые теоретически хотя бы не существующий формат пока бы показывали а компания реалтек она не стала выпускать новый чип и но она может быть потом выпустит а может никогда она не выпустит но следующего поколения от реалтека которая бы тянула 8к нет и поэтому компании поневоле находят пытаются искать альтернативы здесь только медиатек в основном и предлагает поддержку 8к и именно поэтому от реалтека отошли но это говорит о том что старые модели на реалтеке они лучше показывать чем новые потому что 8к контент вы все равно сегодня не найдете и даже если вы найдете какой-то тема демо видео где какая-нибудь бабочка или жучок ползет по травинке я думаю это не то ради чего покупается медиапроигрыватель а во всем остальном картинка будет уступать тому же реалтеку но когда вы будете смотреть 4к или 8к но какие же плюс еще у этого зидо z9x который мне понравился и чем он отличался от более дорогой модели которая стоила уже 35 тысяч рублей и это все связано в общем то вот видите вот этот вот шлейф который идет в комплекте дело в том что сбоку у этого аппарата находится sata разъемы и sata питания ну то есть питание sata разъем для подключения жесткого диска обычного жесткого диска компьютерного и вот этот кабель идет вы просто его включаете в зидо но при выключенном конечно проигрыватели и подключайте к жесткому диску не пожалуйста смотрите так вот разница между этой модели и модели за 35000 заключалась лишь в одном нюансе в следующей модели корпус был больше размером он такой здоровый был потому что туда строили отсек для жесткого диска там помню для двух жестких дисков отсек и туда просто эти жесткие диски они не лежат снаружи они вставляются в этот отсек то есть вот за эту коммуникацию в общем-то и была разница в цене а начинка была вообще одинаковая совершенно одинаковая то есть никаких отличий не было и платить 35000 вместо 17 за то что я смогу засунуть два жестких диска внутрь коробки но как-то мне показалось крайне негуманным 20 тысяч за это доплатить вот поэтому я выбрал такую модель да может быть это не настолько красиво вполне понимаю также в общем то уже теперь возвращаемся к проблеме ну и как видите вай фай есть у него все есть можно по нфс удаленность компьютера подавать и так далее так далее в общем у него там много всяких интерфейсов в общем то он великолепный 3d он показывает и 4к он показывает очень хорошая модель прекрасная картинка но в прошлом году я рассказывал что я купил диски на 16 терабайт в ушной seagate xos это xos x16 заплатил я за этот диск 16000 рублей но потому что он размером в 16 терабайт это на самом деле друзья колоссальный размер реально колоссальный размер я всегда хотел где-то хранить сериалы которые мне нравятся потому что спустя некоторое время но их просто невозможно нигде найти тем более в хорошем качестве их невозможно найти потому что каждый кто их хранит он знает что ну сериал может и 300 гигабайт занимать и терабайт может размером занимать без проблем и что происходит каждый начинает все пережимать и они начинают уменьшаться в размере в коллекциях и в какой-то момент оказывается что в качестве ни у кого не осталось поэтому обидно как бы например тот же звездный крейсер галактика в котором великолепнейшая картинка и эффекты осознать что ты не можешь найти его в хорошем качестве вот поэтому только в своей коллекции такие вещи и остаются можно конечно сетовать на то что правильнее было бы собрать это на блюрей дисках я с этим согласен но в нашей стране такие блюрей диски не продаются и не продавались сериалы не продавались купить их было просто невозможно и я не вижу каких-то для любителей кино других способов ну и если говорить о покупке за рубежом то там будут на других языках без перевода тоже это ну как это смотреть это не подготовлено для нашего любителя видео так вот не про это суть диск очень большой 16 терабайтный то есть у него там много пластины соответственно конечно он очень много потребляет как таковой да не было никаких проблем когда я подключался до обычные диски уж не говоря красоташные и терабайтники и 2 терабайтники 4 терабайтники прекрасно кстати у него есть и usb разъемы можно и по usb все это же внешние жесткие диски подключать плюс этого аппарата есть и специальный режим кинотеатра когда он сети подкачивает обложки на фильмы самых определяет что за фильмы но все очень красиво как и в онлайн кинотеатрах все выглядит но я лично этим режимом перестал пользоваться по одной причине что в какой-то момент я заменил у него прошивку на похожую но дело в том что по умолчанию в этой прошивке которая идет стандартная в ней отсутствует google market хотя здесь android могу или маркет отсутствует и некоторые программы я просто не мог установить которые мне нужны ну и прочим воспользоваться тот же youtube там например пас ну посмотреть youtube чтобы он через мой аккаунт все это показывал знал мои предпочтения так далее это получается невозможным было насколько помню вот мне не помню какие там конкретно были причины очень я поставил другой прошивку где был как раз встроен google market но в этом в этой другой прошивке как раз вот стабильность вот это кинотеатра она не очень стабильно иногда он начал падать ну и в какой-то момент мне надоело есть я стал просто запускать из файлового менеджера вываливается все удобно название есть щелкнул и показывает не принципиально вот но можно и так и так в общем-то попользоваться и опять же это как говорится больше моя вина вот так вот диски вменяемого размера с ним конечно работали а здесь серверный который вообще никак себя не ограничит по потреблению такой вот а иксос и ну и он кстати тоже его слышно как он работает как вы не будете считать что он абсолютная тишина но иногда потрескивает но когда такой размер и такое разнообразие вы можете на него записать мне кажется это вообще не принципиально но потрескивает и потрескивает на фоне взрывов в общем то это незаметно и не слышно но лично меня не напрягает может быть вас напрягает так вот в общем то я подключил этот диск и смотрел по крайней мере наверное несколько месяцев все было прекрасно и в какой-то момент диск стал долго определяться иногда приходилось выключать зиду чтобы диск опять вот это вот определился и в какой-то момент у меня стал зависать при проигрывании ты смотришь смотришь и раз слышишь что диск как-то странно стал работать но я первым делом конечно запереживал потому что диск дорогой во первых во вторых он был ушный ну и вообще такие диски они больше 30 тысяч стоит если в магазине купать новые а это конечно был ушной уже и так далее уже стал переживать что а вдруг ну конец диску просто наступает хотя у них наработка на отказ два с половиной миллиона часов ну то есть это просто космическое количество времени это я не помню я считал в это что то около двести семидесяти лет что ли как-то так выходило вот но это не мешает каком-то диску просто сломаться внезапно по какой-то своей причине ночью такая вот вещь я по сути расстроился взял этот диск и пошел его подключать компьютеру где у меня мощный 750 ватный блок питания стоит и так далее и на моем компьютере этот диск работал вообще без проблем замечательно выдавал скорость 240 мегабайт секунду что кстати часто пока была эта скорость при перезаписи на него ли с него выше у этого диска у hdd чем у вот этих современных новомодных ssd которые якобы tlc на самом деле китайцы в основном это qlc просто обманывают что этот lc а вот и контроллеры там какие-то чудеса творят чтобы скорость была там 40 100 мегабайт секунду после небольшого куска быстро читанных данных вот здесь же я большие объемы копировал и сам exos он был просто сильно быстрее ssd вот этих вот пил сишных так что к вопросу по скорости к нему не было никаких и на компьютере он работал замечательно вообще без без вопросов вот поэтому у меня закрылась мысль что наверное в блок питания узи ду просто он такой на грани возможности сам по себе был ну то есть впритык разработан лишь бы работала а я нагрузил таким диском и он видно подсел тем более сразу когда его увидел мне показалось вам каким-то очень сомнительным ну сами посудите нужно ну что это такое и не очень тонн да и тяжелый так далее ну какая-то ерунда честно говоря и при этом у него очень мощность 24 ватта ну какие здесь могут быть 24 ватт правильно ты не но они есть но вот они результат до поработала мы все там наверно конденсатор или что-то могло ухудшиться очень перестал тянуть этот блок питания но мое предположение было именно таким поэтому я подумал что не буду я заниматься ерундой тем более разъем тут довольно такой стандартный похожий на ноутбучные вот и я поэтому пошел магазин и купил вот такой вот ноутбучный блок питания сколько-то 12 вольт 5 ампер ну 12 вольт 5 ампер от 60 ватт сами понимаете то есть это вообще запас мощности по силе тока просто огромный бери не хочу питание вот и конечно же после того как я поменял блок питания на вот этот виду стал мгновенно определять этот жесткий диск а то каждый раз все дольше и дольше он там думал его пытался вот ну и в общем то все сейчас все прекрасно работает именно вот заменил блок питания узи до на вот этом штатном конечно все она по-прежнему работает если вот подключать обычные жесткие диски такие вот на терабайт там небольшое но вот сервер нам он плоховал поэтому я решил вопрос радикально но сейчас вот вы видите аппарат стартовал если вам будет интересна тема про зидо за 9x я могу продолжить в следующем видео всем пока